Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. Минувшую субботу мы вмечали праздник преображения Господня, и я столкнулся с такой интересной ситуацией, когда в интернете вбил в поисковик слова «Праздник преображения Господня», и буквально во второй же статье, которую мне вывел поисковик, я в конце увидел, цитирую, такое описание праздника «Приметы на преображение Господня» и далее по списку. Нельзя убивать насекомых, муха дважды сядет на руку, это к удаче. Если во время преображения попался сладкий плод, то ждет счастья, а горькие — трудности. И возникает вопрос, почему христианский праздник связывает с различными суевериями или гаданиями, и правда ли то, что наши христианские праздники — это переделанные языческие праздники? В этом хотелось бы сегодня разобраться и пообщаться на эту тему с нашими гостями, руководителем отдела религиозного образования и катехизации отцом Алексеем Беляевым и Светланой Викторовной Явич. Здравствуйте, отец Алексей. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Отец Алексей, все-таки преображение Господне или яблочный спас? Все-таки христианский праздник или переделанный языческий праздник? Как вот, где здесь правда, как в этом разобраться? Мне кажется, и преображение Господне, и яблочный спас. Но если яблочный спас как реальность без преображения Господне, это уже не христианство. А если преображение Господне и благословение плодов нового урожая с благодарностью Богу, который позволил им, как сказано в молитве, прийти в зрелость, то это христианство. Почему нет? Даже если одним из прообразов этого христианского праздника современного являются какие-то празднования даже дохристианского языческого мира, праздники нового урожая и тому подобное. Ничего страшного вообще не вижу совершенно. Если, конечно, одна реальность не подменяет, не вытесняет другую. Приметы, какие-то поверья, все вытесняют христианский смысл. То, что преображается не только творение в зрелость, в какое-то совершенство приходит, а что человеческая природа, соединяясь с Христом через причастие, через жизнь по Божьим заповедям, она преображается Божественным светом, как нам явил Спаситель на горе Фавор. Тогда здесь все очень стройно и очень логично. А не получается ли так, что христиане занимаются плагиатом? То есть взяли древние праздники, подменили названия и оставили их себе. Это правда все-таки или нет? Потому что я слышал разные мнения. Одни утверждают, что вот, значит, христиане просто подменили там несколько понятий, вставили свои христианские смыслы, а праздник-то он изначально языческий. А с другой стороны, я слышал мнения, которые говорят, нет, это сугубо христианский праздник, никаких языческих корней нет, это все выдумки, это все, значит, приписали специально, чтобы вот как-то опорочить христианство. Где здесь все-таки правда? То есть это реально плагиат или все-таки это выдумки? Или что-то посередине? Ну, наверное, это связано с той моделью миссии, которая преобладала вот в Восточной Церкви, в том числе вот на нашей российской действительности, когда мы приняли христианство от Византии. То, что местная культура, местные культурные особенности не истреблялись, не зачищались, как в ряде примеров из католической миссии, так скажем, западной, а наполнялись смыслом новым. То есть жизненный цикл человека, собственно, чему было посвящено язычество, осмыслению и некоему своеобразному освящению того, что происходит с человеком. Рождение, брак, смерть, пробуждение природы, да, расцвет жизни, зелени, листвы – это то, что у нас вошло в Троицу. И было освящено именно идеей действовала благодати Святого Духа, который дает жизнь и все преображает. Идеей рождения Спасителя, празднование которого было установлено на место Бога Солнца, который происходит перелом, да, неравноденствия, как это называется, солнцестояние, да, зимнее солнцестояние, когда день начинает пребывать, когда свет начинает побеждать тьму. И вот отцы церкви, причем это еще не разделенные церкви, это можно не делить на католическую православную модель, написали в Тропаре Рождеству Спасителя, «Тебе кланяться солнцу правды», то есть не солнцу тварному, который дает свет, и это немало для жизни на земле, для растений, для человека, но есть солнце правды, которое выше и важнее, которое ведет человека по пути духа к жизни вечной, а не только к земной. И вот такая вот модель миссии обнаружения, поиск более высоких смыслов в бытовом культе, она вот для православия свойственна. Она почему была выбрана, чтобы не было двоеверия, что у человека появились новые какие-то христианские праздники в связи с принятием новой религии, а он тайком в семье сохраняет и языческие обычаи, и какие-то празднования. — По факту мы наблюдаем, что у нас сейчас такие вещи происходят, когда вроде бы праздник христианский, а по факту как раз-таки вот такое двоеверие возникает, какие-то возникают языческие верования, вот опять же даже я зачитал, и люди в это верят, и вместо того, чтобы в праздник пойти в храм помолиться, люди там какими-то гаданиями занимаются. Светлана, вот вы как думаете, вот в вашей практике есть жизненные какие-то особые действия, которые вы совершаете на празднике церковном, может, на преображении? — Ну, у меня есть такой вопрос к вам, наверное, и, может быть, он заодно и объяснит мое представление о праздниках. Вот, допустим, если человек, он вот в проруби скупался на крещение и крещенскую воду добыл, ведро домой принес, вербу также домой принес, потом куличи испек, яйца покрасил, дрын березовый домой тоже приволок, яблоки, мед осветил в церкви. Вот может ли после таких событий человек утверждать, что он для спасения души в этом году все сделал? — Хорошо. — Это вопрос хороший. — Перед тем, как ответить на этот вопрос, все-таки вот к вопросу, который я вам как раз задал, а вы что-либо из этого делаете, вот эти вот особые действия, вы все соблюдаете? — Естественно, яйца красим, куличи печем, крещенскую воду, там в фрурбе иногда купаемся, то есть какие-то мы такие вот праздники таким образом, да, мы отмечаем. — Это делаем, да, но здесь вы важный вопрос задали, что это не совсем то, что влияет на спасение души человеческой. Это скорее как раз-таки уже внешняя обрядовая сторона, сторона традиции, которая подталкивает нас к определенным порой размышлениям, да, к определенным действиям. Но не всегда человек может различить вот эти христианские смыслы вот за ширмой вот этой внешней стороны традиции или обряда. Но, я думаю, вопрос, который возникает в связи с этим, а зачем тогда вообще вот эти все обрядовые стороны нужны? Почему все так сложно? Да, то есть мы даже вот в прошлых выпусках, когда там говорили о молитве, мы говорили о том, что главный посыл, главный смысл — это искренность, да, устремление души, разума к Богу. И вот здесь все, что мы совершаем во время праздников, совершаем ради того, чтобы соединиться с Богом, да, помолиться Ему, выразить свою искренность. Зачем тогда вот эти все различные внешне обрядовые стороны, которые наполняют нашу церковь, когда порой они вытесняют подлинный смысл праздников, да, подлинный смысл спасения, и человек действительно остается вот на таком уровне, когда он только соблюдает внешние обряды, когда его интересует только то, что как правильно сделать, как правильно покреститься, как правильно поставить свечку, какую правильную молитву почитать, а не как все-таки спастись. А кто такой Бог? А что такое грех? Что такое добротитель? Отец Алексей, зачем тогда вот нам вот эта вся обрядовая сторона, если она вот имеет такую, такой порой эффект на людей? Или все-таки дело не в обрядовой стороне, а дело в самих людях, что они не хотят идти дальше обрядов и копнуть чуть поглубже? Не знаю. Мне кажется, вот в разных культурах, конечно, по-разному. И, например, многие протестантские народы, которых в Средневековье вот возник протестантизм, он отсек по максимуму всю обрядовую сторону, и он родил некую свою традицию. Это имеет право на существование. Наша славянская история, ну, тоже имеет право на существование. Ну, женщина, в принципе, с утра может умыться, причесаться и все, и выйти из дома на работу. А, как правило, она тратит огромное время на то, чтобы как-то украситься, как бы быть довольной собой и порадовать там и супруга, и сослуживцев. То есть это некая такая вот, может быть, кто-то скажет гипертрофия, а кто-то скажет красота. То есть для жителя мегаполиса, конечно, у кого яблоки купленные в супермаркете, наверное, большого смысла кого-то в этом нету, нести их в церковь, там освещать. А у человека, у которого дача, или который живет в деревне, который там боролся за этот урожай, опрыскил от вредителей, окуривал там дымом в момент заморозков, там цветения, да, какого-то, то есть переживал, окапывал яблони, там белил, обрезал. Для него это великая радость, то, что при его участии Бог вот дал зрелость этим плодам, они вот, как бы теперь их можно порадоваться ими там, и сделать заготовки какие-то, и у кого-то угостить там, подарить кому-то. Для него это праздник понятен. Он несет свой урожай, благодарит Бога за него и освещает. То есть, да, для человека 21 века многие эти вещи не очень понятны. А для аграрного человека традиционной славянской культуры, эти все красные горки, эти троицы с березами, эти проруби, это, в общем-то, очень понятно. Это связь с природой, с жизнью. Но, опять же говорю, если вторичный обрядовый смысл начинает вытеснять богословское содержание, главное церковное содержание праздника, то, конечно, это уже не о христианстве, безусловно. Такое преображение, яблочный спас, вот именно с мухами там на руке и с прочим, с прочим, с прочим, это не христианство уже. И слава Богу, что это называют там яблочным спасом, а не преображением Господним. Яблоко еще никого не спасло. Ну, как раз-таки наше предание говорит, что о том, что яблоко, возможно, и погубило вообще все человечество, и человеческая воля, связанная с яблоком или другим плодом, там, здесь есть разномыслие на эту тему в толковании Писания, извергло человека, из блаженного бытия в мире с Богом, вот, в этот мир, как бы, превратности, страданий, где мы должны постичь силу зла, понять природу добра, Божьей любви и сделать свой выбор. Вот как-то так. Ну, а вообще тогда, действительно, что наполняет тогда смыслом любые церковные обряды, любые церковные таинства, вот, что именно, вот, как их отличить от каких-то обрядовых действий, ну, которые мы перечислили, да, там, искупался, пошел, принес, осветил, все, все сделал для себя, для Бога, для своего здоровья. Вот к чем, вот, что действительно наполняет смыслом любое церковное таинство и любое церковное обряд? Народное, вернее, обряд может наполняться церковным смыслом и таинством, если он со Словом Божьим как-то связан с его раскрытием, если это связано, действительно, с верой и доверием Богу, благодарностью Богу, мне кажется, ну, ничего плохого в этом нет. То есть, конечно, это могли отсечь в свое время, там, жестко, категорично, как вот они, они даже местные языки отсекали западную церковь, латыни, все, никаких тебе тут славянских переводов, писаний, никаких тебе Кириллов и Мефодиев и прочее, прочее, прочее. Да, можно было полностью все это выкинуть, поставить под запрет, это язычество, это поганое, но, я говорю, это неизбежно бы, породило бы просто-напросто вот параллельно существование двух, ну, пошли по пути какого-то предания нового смысла богословского глубокому, глубокого старому, вот, оформившемуся обряду. Ну, у каждой модели миссионерской свои издержки, да, пришло время, когда христианство в массах ослабло, когда оно было под запретом, оно было вытесняемо, а эти вещи, они не подвергались большим гонениям, они сохранились, как часть ткани, народной ткани жизни, народного предания, и вот сейчас беда-то вся в том, что они стали претендовать, когда орешек-то скушали, а скорлупочка осталась, и, извините меня, никто еще скорлупочка-то не наелся, а нас пытаются множественные сайты и множественные передачи вот кормить ореховой скорлупой, сейчас лишая вообще самого смысла и какого-то облагораживающего, возвышающего человеческий дух, приближающего его к Богу содержания, вынуть его, пожалуйста, оставить какую-то странную, вообще там допотопную традицию и в ней искать какие-то ответы, ну, вот это вот то, что во многом сейчас делается. А в чем все-таки главное отличие действий, которые происходят в церкви вот от каких-то языческих, может быть, там обрядов или каких-то магических обрядов, потому что, к сожалению, говоря вот о праздниках, о том, что происходит в церкви, сталкиваешься с тем, что люди, в том числе к тому, что происходит в самой церкви, к таинствам, к молитве, относятся именно как к чему-то магическому. Что вот, значит, ты пришел, нужно, чтобы батюшка, значит, правильно провел обряд или таинство и тут же получишь результат. Да, то есть там спрашиваешь, например, для чего вы крестите ребенка. Человек сразу там, чтобы не болел, чтобы там был с Богом. Это неплохой ответ. Ответ, но его надо дополнить, да, здесь расширить, что значит быть с Богом. Он правильный, да, но его нужно пояснять. Но, то есть вот, для того, чтобы там ребенок не болел, чтобы защита у него была, тоже в определенной мере правильный ответ, но опять же, люди это воспринимают именно как защиту, как какой-то амулет, какой-то талисман, какой-то магический обряд на защиту, что вот все, батюшка провел таинство, а какая вера у родителей, как они будут воспитывать ребенка, да, какова вера крестных, это не учитывается. То же самое с исповедью. Пришел человек, прочитал список грехов, пошел дальше, все, мне все грехи отпустили, мне теперь море по колено. Ну или, да, или это тот же, как, например, там, в чудотворный источник люди окунулись, да, в ту же прорубь сегодня вспоминали. Ох, все, я от грехов очистился. Как нам бороться с этим? Ведь мы же понимаем, что в церкви Святой Дух, он так не действует. Господь, он всегда смотрит на сердце человека. Почему вот в церкви мы имеем такое вот обилие неправильного отношения к церковным таинствам и к тому, что происходит в церкви? Почему мы впадаем вот в такую могилу церковную, отец Алексей? Как нам это преодолеть? Как с этим вообще бороться? Слава, вы со многими людьми сталкиваетесь в задумке кучи родителей, знакомых, педагогов. Вот вопрос, действительно, где люди в основном от грехов избавляются? В проруби или на исповеди, ведя какую-то тихую, такую христианскую жизнь, не выставленную на показ? Вот чего больше видите? Или вообще этот вопрос с избавлением от грехов, он просто на повестке дня не стоит у большинства? Мне кажется, это все очень индивидуально. И говорить о том, что человек делает у себя дома перед иконами, это может сказать только сам человек. То есть мы же, я так, по крайней мере, как православный христиан, я понимаю, что моя вера не должна оставляться на показ. То есть то, что я внутри, в душе чувствую, ведь может быть у нас очень много добрых, отзывчивых людей, и мы, собственно говоря, где-то мы об этом слышим, но мы это не видим. И настоящий христианин уже не будет рассказывать, вот я сейчас сделал доброе дело, сейчас я вам всем расскажу. Это уже будет не христианская история. Поэтому, наверное, вот про то, сколько людей истинно искренне веруют, и как они молятся в церкви или дома, насколько искренне они это делают, ну, мы же это не можем. Ну, да, а вот скажем, как они говорят, как они концептуально выражают вот это, вот, например, свою веру скорее в обряды около церковной. Наверное, какими-то делами, я думаю. Просто человек в свою веру какими-то своими добрыми делами как-то это вот транслирует таким образом миру. Ну, мне так кажется. Хорошо. Если человек верит и стремится делать добрые дела, многих ли таких, знаете, которые, тем не менее, все-таки стремятся, значит, либо вот там сходить на пророк, на крещение, или пойти в храм, на исповедь в дни общего покаяния, например, Великим постом или когда-то, связывается ли эта потребность? Или все-таки вот эта вот вера как бы в душе, она, это неплохой вариант, так скажем. А там вот чисто обряды, чистая подмена какая-то, потому что нас сейчас очень толкают к этой концепции очень многие, что истинная вера там человека, настоящего верующего, это как бы в душе, это не на показ, а уже пойти в храм, особенно в каком-то замкнутом населенном пункте, где тебя все знают, и не в городе, где там, ну, ты никому не знаком, это уже показуха. Вот в такую еще раскоряку человека ставят. Мне кажется, это и есть такая вот, такая проблема. И даже просто человек подошел к аналогу, к священнику, там, на исповедь, причастился, о, смотри, ты какая, значит, там, еще такая молодая, а там уже пришла вот чего-то непонятное, уж пожила бы сначала по-человечески. Вот я вот такое вот слышу, встречаю, спрашиваю, зачем твое участие такое в ее жизни, вот в этой, ты, может быть, как-нибудь бы не заметила? Ну, то есть, публичность и церковной жизни, она тоже какой-то свой вклад делает. Вот это вот, когда мы говорим обряд бытовой и обряд церковный, и мы где-то в сознании вот прихожан, обычных людей, даже около церковных, ставим это на одну доску. Это все-таки несколько, ну, как бы, неравноценные вещи. Мы действительно, отец Назарий прав, мне кажется, мы действительно очень все крепко перемешали одно с другим. Традиции народные, бытовые, праздничные, которые, ну, сами по себе, наверное, неплохи. Их можно и соблюдать, и хранить, если, опять же, не забывать главного. А можно подменить, да, как бы, вот это праздник, это будет... Ну, это же проще получается. Проще, вот, вот. Искренняя молитва и избавление от грехов, пытаться, по крайней мере, с ними как-то бороться, это же намного сложнее, чем просто, допустим, там, принести вербу из церкви, ну, или там, искупаться в проруби. Вот. Это, мне кажется, больше даже спортивный интерес. Вот все как-то... Ну, да, и опять же, проще просто приехать в храм, одним днем сразу покрестить всех, не проходить там никакие беседы, не изучать Евангелие, не изучать, а кто такой Бог, а о чем наша вера, да, прочитать несколько раз символ веры. Проще просто, один раз приехал, сделали все, что нужно, главное, что правильно все сделали, как положено, и со спокойной душой уехать обратно. Но будем надеяться, что от такого подхода к вере и к таинствам, и к церкви мы постепенно будем отходить, все-таки будем углубляться в знания нашей веры, и самое главное, будем искренними в поиске правды и искренними в поиске Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо за интересную беседу, отец Алексей и Светлана. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Увидимся в следующий понедельник в половине восьмого. Ангела всем храните. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok